Мы декларируем о том, что украинский народ обладает исключительным и неотъемлемым правом быть собственником всего, что, собственно говоря, здесь находится. И, собственно говоря, это «всего» мы делим на три составляющих. На народный капитал, данный украинским народом Богу, то есть это земля, недра, ископаемые, ну все, что касается, да? На духовный капитал, на народный капитал духовного расхождения. Это знания, культура, история, творчество, в том числе имена, нарицательные собственности. Само слово «Украина». Украинец и украинский, и любые производные. Кто может из нашего разрешения вообще назвать «Банк Украины»? Кто это вообще разрешил? И третье – о рукотворном, да, народном капитале. То есть это то, что произведено всеми поколениями, да? Начиная от парков, заканчивая зданием, сержантами, может быть. Теперь, величайшая задача. Вы же понимаете, что вот в вопросе собственности это очень страшный вопрос. Закона о собственности в Украине нет. Все документы на собственность, которые выданы, не легитимы. Потому что нет, есть закон исключительного действия. Вот закон о собственности и закон исключительного действия. Он скосован, указан Юченко в 2006 году. Никаких попыток преодолеть это не было. То, что выдает нам «Бы-ты-и», «Бы-ты-и», это все есть. Можем ли мы сегодня в вопросе собственности опираться на документы воровской приватизации, земельных актов, там, вот это все? Понимаете, да? Это же ужас. Это сплошная несправедливость и сплошное преступление перед народом. Почему мы говорим о том, что любая попытка уменьшить или уничтожить народное достояние, любое из трех составляющих, это преступление перед народом. И это так, и это справедливо. И в этом случае мы ставим вопрос о том, что каждый объект из нас, каждый, который претендует на то, чтобы владеть частью народного достояния, в качестве собственного или в качестве пользователя, должен это право народу Украины украинцы не будут доказать. То есть фактически мы говорим о том, что, возвращаясь к фильму Батусы про Шарикова, да, когда профессор Дагужнацкий кричал, дайте мне окончательную бумагу, такую бумажечку, чтобы ни один швондер не мог подойти к беременной господи. Вот бумага, выданная украинским народом на собственность, вот это окончательная бумага, которую оспорить невозможно. Поэтому, а? Ну, конечно. Поэтому сегодня мы вправе задать этому Митталу вопрос, почему тебе претендует первое общество? Ну и так далее. Мы вправе задать вопросов, этих вопросов миллион. И украинского народа вправе их задать. Поэтому, резюме, утвердить комиссию по проверке правомерности и отчуждения на стоянке Украинского народа. Спасибо. Не, 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 лучше стоять, не стоять. Создать. Спасибо. Создать эту комиссию. Кто задал? Там, может, она потом перерастет в какой-то орган специальный, то есть, ну, это уже. Тем более сейчас, это тем более важно. Все вы знаете о том, что БТИ до конца года, да? Создать? Создать? Создать будет? Нет. Создать будет? Создать будет. Да. А как вот, собственно, собственник, ну, человек, который владеет какой-то собственностью сейчас в направлении, может доказать, ну, то есть, он должен попросить, получается, в право, как бы это право, владельщик. И, получается, создавать этот орган, который будет либо разрешать, либо запрещать владельца, он может, как бы, ну, включиться в определенную коррупционную схему. То есть, за откат может, допустим, то, чтобы он не включился. По-трогой. Я думаю, что вот это вот, вопросы собственности, они должны неотъемлемо идти вот с канонами общины, рода, потому что вот так и будут основные моменты, которые вот до 7 миллионов, которые живут. То есть, значит, это производная от твоего рода. Понимаете, что? Мы пока просто утверждаем комиссию, которая должна принципы определить. Как? Надо решить принципы. Не то, что на фразу... Это уже, как бы, решаться не западной. Надо решать. А надо решить основные принципы. Давайте. У нас есть местные спекуляции. Да. О месте нахождения радиоуганского. Ну, пока, я думаю, да. Правильно. Правильно. Правильно? Ну, юридически. Да. Вот за такое решение. Физически они могут находиться. Он может в 21 веке. В скайпе. Фигеться. Ну, пойди заплату. Я рекомендую просто услышать. Вот символики и официальные документы. В качестве символики предлагаю правильный флаг. Желто-блокитный, а не блокитный жёлтый. Да? Только больше жёлтый и больше символики. Украинского жёлтого. Да. Да, официальный документ. С моей большой точки зрения, начинать вот этот возник с гербами и прочими. Гербы пускай имеют правды. И пускай имеют государственное образование. Да? Как форму существования. Ну, народу зачем? Не герпин. Да. Что касаемо гимна, то, ну, летмотивом, допустим, вот то произведение, которое играл Сергей Грозуга. Смотришь на неё прекрасно. Ну, назвать её опять же гимном, мы же государственное. Нет, конечно. Ну, это летмотив. Ну, как... Гимна вообще-то это слово государственное. Теперь о символике. Мы предприняли ряд математических попыток очень серьёзно. Высчитывали, вычитывали, вычитывали, а он оказывает не на пустом месте. Возник. Экономического права действия народа. Элементы royal права. Возвращаемся к институту гермонства и прочее. Я просто предлагаю на сегодняшний момент, на данный этапе, для того, чтобы могли просто наши документы. Ну, то есть тот герб, который мы используем сегодня в РСНУ, так называемый Великий Герб Украины, где запорожский казак стоит с мушпетом в таком положении руки, который при всём желанием не придумаешь, да? Т.е. до того, что так должен сгибаться просто. Это бред себе кобыча. На тенями, на колене. Это художественное право. Да. Так вот, я предлагаю просто. Для значения символики и эксамидокументных ты зуб сверху добавить корону. И всё. И всё. Да. А дальше уже просто. Просто и я. Я не знаю. Я не знаю, что это на романах, как разумеется, тут уже выникнутое дейки толкуванье, ну, плуначенье, короче, на русском языке. Дело в том, что короны, во всему сложившихся обстоятельств, у нас получилось так, что коронами всё время манипулировали масонские ложи, и корону считают необнимаемой частью. Значит... Ну... Если правильно посмотрите... Почему? Понимаете? Давайте на рабочую группу все... Нет. Я думаю добавить корону, так вот. И этим ограничиться. Как сила влады, так сказать, божественного права. Ну, этим вот корона. Добовы хлистки, короновые... Не-не-не-не. Ну, старый Божий, старый. Праты, праты... Рон, корень, кор, рот... Рот, корень, кор... Рон, это функционально-этический корон, сказанное из Нового Иссора, поэтому... Поэто, 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 поэто... Я предлагаю так... Я предлагаю так... Сергей, есть предложение о латыр. Нет. Нет. Ну, всё равно, смотрите. Моё дело продолжает. Во-первых, к трезубу привыкло мировое слово. Вы же понимаете? Вот корон. 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 Наши слова слова. Давайте уступим, как рабочий вариант, а конкретный рисунок потом доутвердим. Дальше. Да? Хорошо? Ну, как силы. Так временный. Я понял. Есть предложение сделать 10-минутный перерыв. Почему? О! О! Нет, осталось чуть-чуть. Нет, осталось чуть-чуть. Нет, просто осталось. Бессмысленно. Это то, что о дате второго созыва. Я лично предлагаю следующее время. Следующий созыв назначен не привязан к первой дате, а по по мере готовности большинства документов, которые мы сегодня приняли. Мы там посчитаем, рада посчитает, сколько документов нам сегодня озвучено. когда большинство из них будет готовы, мы разошлём эту всю ситуацию, проведём это вот. И когда мы будем готовы их принять, мы собираем раду второго созыва. Да? Правильно. Правильно. Ну да. Получительно. Кто знал за ТП? Чудесно. Да. Но не позже, может быть, такое интересное? Ну, не позже. А давайте не позже 20-го, 12-го, 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 12-го. Чтобы зафиксировали тогда 12-го? Да. 12-го. Хорошо, месяц. Не позднее 12-го. Не позднее 12-го, 12-го, 11-го. Хорошо? У меня есть предложение, и получается так, что у нас вопросов гораздо больше, чем ответы. И предложение как раз направлено на то, чтобы немножечко помочь себе, основываясь на тех обещаниях, которые есть и в старом, и в новом заповедении. Так? Значит, там и там написано, и будете все научены Богом. Богом. То есть, если есть, значит, если это обещано и там, и там, то это имеет место быть. А если это так, то должно быть обязательно, каким образом это достигается. И вот над этой проблемой я работала много очень лет, там, более 20-ти. И в конечном счете найдено в Библии ответ на этот вопрос. Но это тогда уже, когда человек выходит на то состояние, которое было до гликопадения, когда человек мог спокойно общаться. Но это длительный процесс, и процесс под названием самосовершенствование. Потому что должен быть резонанс. То есть, подобие. Но, оказывается, когда ты уже понимаешь, а человек многое сейчас понимает, то можно сделать даже так, что ты получаешь эту помощь, но не в виде там полного разъяснения, а в виде хотя бы ответа на языке компьютера. Да, нет. В виде родовой памяти. Прав ты или не прав своих рассуждений. И вот, каким-то образом, чтобы иметь возможность этим пользоваться, может быть, как-то, вот как-то, ну, тут свои я предлагаю услуги, поскольку я в этом день понимаю. Давайте мы вас включим. Браду. Нет, Браду уже. Ну, Браду уже. Браду уже. Браду уже. Да. Советник. Когда мы с вопросом совершенствования образования, мы вас тогда пригласим. Хорошо? Есть. Все. Теперь осталось маленькое. А вы еще о долете делали? Я исключаю. Потому что нет инициаторов этого вопроса. Они не могут это объяснить. Не изучать. Я не знаю. Два линдокировка. А документация? Это потом. На финалозе полет число? Нет. Это 7 тысяч. Это число. Нет. Потом мы также делаем телевизионный канал. Вот вы получаете. Теперь, дурочине радио, чем она должна заниматься? Герои. Это французы. Как говорят французы. У нас, ну первое. Создание официального местника, телеканала, радиоофициального церкового учреждения национального танцуза. Какие есть, как вам тут посылки? У нас сегодня есть документы о выделении нечистот, так называемой народной Украины. Это люди, которые за это взялись, они ничего не смогли сделать. И дали нам эти документы. То есть дальше что-то. То есть для нас, для меня, на самом деле, я их почему взял? Потому что название оболгенное. Народная телевидима. Как мы могли это пойти? Ничего выдумывать. Да, и выдумывать ничего не надо. Поэтому я предлагаю, что включить этот список вручения радио, чтобы они конкретно заняты созданием официального местника. Ну, что такое официальный местник, я же понимаю, да? Это то, когда опубликованные в нем документы становятся достоянием банк. Да, и на вытраве юридическую силу, да? То есть все знают, да? Да. Второе. Есть предложение от работ, которые занимаются мобильной связью, от создания народного оператора мобильных связей. Что это такое? Они предлагают создание этого мобильного оператора, виртуального, используя вышки всех уже существующих, никакого родного не связи, только программное освещение. Собственно говоря, определяется народная мобильная связь с другими тарифами, с другими как бы ситуациями, в расчете, опять же, наших этих всех ситуаций. И я думаю, от этого предложения просто невозможно и не нужно отказываться. Тем более, аргументы по мобильным операторам у нас есть. Не отразимые. Ребята, все частоты, на которых вы работаете, вся земля, на которых стоят ваши души, это же туханецкому народу. Поэтому давайте не спорить. Давайте джиг мир. Кто за? Давайте мы все, наверное, проголосуем. Огласите весь список. О создании комиссии. Я предлагаю ее создать украинского народа. О пресечении неправомерного использования слов «Украина», «Украинец» и о недопустимости искажения украинского языка. О немедленном взятии под контроль ситуации спальников истории, культуры, архитектуры и культовых сооружений. Когда появляется Верховный Род Украины, законопроект некого русского университета, который предлагает на месте развалин Десятиной Церкви построить гостиницу в Евросоюзе Церкви Московского Патриархата, в Евросоюзе Церкви Московского Патриархата, то каким надо быть изуверам, когда мы сегодня имеем семь уникальных дирекальных церквей украинских, которых мы больше нигде не имеем, и на все это денег нет, и ничего нет, то я сегодня говорю, у них же следующие этапы, следующие этапы они говорят отдать и Софию Киевскую, потому что этот список без конечен, если вы не говорите о развалинных варянских усадх, о казачьих религиях, о батурине, о чагирине и прочем, чему нет конца, то я сегодня говорю, я говорю, я говорил уже с нефти Софи Киева, она говорит, конец Софи Киева, и ложество, генплан, принятый архитектором города Киева со странной фамилией Целовальник, да, капец, историческому центру Киева капец, да, и сегодня встает вопрос, если у вас нигде, и вы расписываетесь в полном веселье о содержании нашей исторической и культурной спащины, отдайте мне надо, а украинскому народу на баланс, и дайте украинскому народу на баланс, мы сами разберемся, что и как нам делать со своими словами, вы, они вам не нужны, отдайте, мы сельскохудруем, передайте их общину, понимаете, отдайте, мало того, до сих пор 20 лет независимости, нет единого электронного резерва, нет единого электронного резерва, музейного хранения в стране, никто не знает, что на самом деле находится в запасниках, какие картины висят на стенах, и подлинных или ими, кто знает сколько золота, понимаете, пять раз выделялись госбюджетом деньги на создание этой системы, не вызывайте, доручите ради, разбираться с имплетами, то же самое положение медицина, образование, детство, старость, жах, жахите, понимаете, когда в Ахмагеде сегодня в Кирилле, нет 400 тысяч рублей, чтобы извести черный грибок, в палатах, от которого умирают дети, там, да, при анимации, а есть 10 миллиардов на строительство сабиона для евро, я этого не понимаю. Понимаешь? Для меня ценность жизни одного украинского ребенка, умершего, да, несоизмерима, с ценностью всех футбольных команд вместе взяли. Назови цифру, за белых людей, понимаете, 6 человек из 100, сей не шерд. Так вот, так вот, опять же, надо ставить церковь так. Не можете вы содержать крем, не можете вы содержать детские дома, не можете содержать приюты. Распишитесь. Вот акт приема передачи. Распишитесь. Да, только так. Не просите. А акт приема передачи? Или содержите, или содержите? Или скажите честно, они не содержат, значит, у них уезжает отчетку. Понимаешь? Так для земли. Содержите все равно, надо будет со временем пройти вот это вот, по правовому обсуждению, как будет вас посылать. Теперь, об оборонном комплексе армии и вооруженных формирований. Нет вопроса. Нет вопроса вообще. Нет вопроса вообще. Есть один вопрос. Армия есть? Еще. Что? Есть пока один вопрос. У нас армия есть? Еще. У нас коды есть. Я говорю, что нету. Удем все это хранить. Формировать. Значит, доушение, ради, здесь нужно веконсенс. Согласно декорации, Гейтман, главнокомандующий. Но, Алекса, не Збройная Сила Украины, как запитано, а Збройная Сила Украинства. Главнокомандующий, то безумное положение, которое существует сейчас в Конституции, да, положение, Верховный Главнокомандующий, верится, президент Украины, а нему подчиняется министр обороны, коммерческого органа управления, кабинета министра. Это полный бред. Министр обороны, Цезар Хорс, в таком случае. Какие беды в майном армии? Армии должен распоряжаться Генштаб, и кто? И Ставка Верховного Главнокомандующего. Поэтому первое, что должен сделать Гейтман, разбить Украину на войсковые округа, сделать сказку Гейтмана, и начать приступить к формированию. Молодого целых ходов эти артистальные сполочные штаты за национальный влад. Конечно. Казачьих толков. И я говорю о том, что сегодня целиком целиком достаточно иметь семь военных круглокругов и семь территориальных бригад, соревнованные по принципу спецназа. По подсчетам, это 500 человек абсолютно достаточно, чтобы устроить любую ситуацию. Разрешите. Причем, в этом сенсе, казачьих может сыграть наконец-то ту роль, ради которой она и призвана. Не ходить в этих вот... Я так посмотрю, в чем она ходит. У меня страшно. Важно. Важно. Нет. Это называется крылья холопов. Да. То есть, их функция-то в том, в чем за столк? Во-первых, как бы бригад может быть недостаточно профессионально. То есть, это правильно высказывать, значит, привод. Но! Диригирование из своих рядов, из ряда казачества в вооруженную службу человека нужно осуществляться на принципах круговой пары. То есть, казачья сотня должна отличать за того что это? Солдата, да? Образно говоря, которого она рекомендует. То есть, это вечная честь должна быть. Это знаете... Это как сегодня Швейцарская гвардия Ватикана. Служить сегодня, быть гвардейцем Швейцарской гвардии Папы Ринского это такая честь? Это вообще понимаешь Это капец жизни. То есть, это самая почетная Вот на таком принципе причем почему это в доручении Рады а не Германа Потому что Раде придется решать очень сложный вопрос о доказательстве неотъемлемого исключительного права людины украинского народа носить любую зброю якая его за тоннелетом которая только может поднять какая паси Если у нас же разумного то той какой сдатен был дитя на своем Да Потому что оставить ситуацию в рамках цивильного кодекса Украины вместо гражданского а цивильный человек позбавленный право носить зброю Это цивильный штатский А что как может быть если бокс сделал человека Бог создал человека а полковник не ходит и тем более это зрение это историческая традиция Какой казак может быть как это может быть вообще Поэтому этот вопрос рада должна и согласовать и с МВД и и и и и называться вооруженными не имея оружие не может и запретить в МВД потому что об этом ниже чем наши решения но входить в конфликт не надо зачем это все это переход период я предлагаю так за да теперь обязательно дать поручение Раде разработать порядок регистрации народных предприятий и ведениями хозяйствами и хозяйствами вот это рада привлечет Бандана и прочее кто хочет быть это очень надо сегодня сегодня ребята ко всему прочему сегодня ко всему прочему сегодня люди с которыми нашли судьба даже не понимаете мы хотим вам подсказать то правовое поле которое вы сделали в Украине украинские народы это идеальный новый тип офшор да да мы уже сегодня готовы регистрировать у вас предприятия наши и с тем чтобы вы нам предоставляли что вот эта компания там на условиях уставить просто вы только скажите что вам надо то есть чтобы у вас украинец был директор или один из украинцев будет взять мучили или сколько стариков содержать а мы от вашего имени и мы точно знаем что вот до ваших счетов до ваших капитанов где будут лежать ужасы понимаете понимаете поэтому порядок чем скорее мы его разработаем если сегодня со скоростью пулемета Кипр по 2,5 тысяч евро продает готовые зарегистрированные фирмы то кто нам решает это дело только Кипр кто такие Соединенные Штаты когда я голову притул в валерию потом казаки уже чесноком договорились то есть херня своей допки нам можно предлагать офшор теперь значит надо теперь очень маловажный момент доручить ради украинского народа рассмотреть вопрос об авгаритации церкви которая извила такое первым из всех духовных так сказать почему потому что он потратил на зависимые вписанные декларации но у нас есть еще такой пункт что любая религиозная общность может долучиться до свидетельствами перед Господом по декларации сегодня есть такая церковь это тот церковь родового воприща который возгладает всем вам известным хурмским да? волк он уже сегодня то есть эти документы церкви надо принять заявление Куровского принять о том что он наш следующий это Кунцевич который главный украинский 500 тысяч человек присоединится сразу началась некая гонка потому что для них это шанс найти в да мы должны выходить мы же сами можем тогда регистрироваться на церковь не надо это нужно все и еще вопрос значит доручители РУКОВНОЙ РАДИРа забудут положение в интереакте и так далее почему это ваш нотариат из всего того мы выхватили нотариус в чем провинились бедные нотариусы мы их сразу завалка и на солнышко а провинились они тем что рано или поздно у нас станет вопрос налогообложения длительное изучение налогового права и вообще так сказать налогов привело к тому что многие сотни лет личный налог считался оскорблением гражданина взимать какие-либо личные налоги невозможно налоги личные платили только отпущенную налогу рабы и прочую ситуацию брать налог с прибыли как сейчас это это вообще жуткое подталкивает человека в чем здесь скрытая находится скрытый камень налог на прибыль это скрытая плата за право на труд а право на труд неотъемлемо дано богом бог говорит в поте лица своего будешь есть ты хлеб свой я сегодня тружусь я взял одно зернышко закопал в землю вырос колосок на нем 10 зернышек это за мой труд бог меня наградил девятью зернами сверху теперь проходит какой-то чудак говорит я налог инспир из тех девяти зерен что у тебя в комнате дай мне пять опочки ну да с какого это налог не справедливый понимаете он не может существовать это да это да так вот какой тогда раньше как бы делили то есть был не налог а воинский сбор то есть вы понимали что эти деньги не отдают на содержание воинных сил но с моей с нашей точки зрения такой всеобъемлющей налоговой базой конечно это дело вообще у каждой общины там устанавливают вам рекомендовать мы как бы можем всеми уменьшими базой налогоотложения с нашей точки зрения может быть у имущества человека вот тем более облагать налогами деятельность каких-то предприятий юрлиц это смешно вы кого облагаете налогами понимаешь оооо лютики цветочки а это кто это демоническая сущность не существующая реальность понимаешь она не заплатила лютики цветочки вам деньги кто должен заплатить хозяина да а хозяин у него оооо маковая рослинка а тот кто а у того оооо и бесконечная понимаешь то есть источник налогов может быть только летний физический а у него что за труд нельзя его карать да у него только манин так вот тогда всеобщий характер налога если вы то есть то есть налоговая блажаемая база это налоговая оценка имущества равна угновенной ликвидной стоимости на рынке то есть за ту сумму за которую имущество может быть продано это налоговая база с этого 5%, 10%, 3%, 1% но уклониться невозможно потому что каждая вещь имеется у хозяина ну да честь тут а я не знаю тёше тёше пускай платит да если не честь забирайте а вот на производстве тоже бессмысленно конечно мы о нотариате говорим так вот с одной стороны для того чтобы провадживать такие схемы нам нужно чтобы каждый вообще не задекламировал своими имуществами а с другой стороны а с другой стороны кстати это и есть бумага подтверждающая собственность а с другой стороны а с другой стороны мы же говорим о том что имущество каждого суверенного украинца не доторганно неприкосновенно не подлежит судам юрисдикции низших этих самых и так далее и так далее а какое имущество мы должны его защищать в этих судах если приходят люди говорят мы хотим отобрать у вашего украинца что-то он прибегает и нам говорит как они у меня отбирают защитите меня а ты это имущество когда вступал в народ задекларировал так очень легко а может и кредит в банке купил 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 банк забирает а мы должны тебя защитить понимаете вот для этого нам нужен тариус чтобы принимать мощные ситуации и которые могут с одной стороны являться основная база добровольная потому что обложение добровольная какая община принято на себя десятину травину полторину а с другой стороны это база защиты мы знаем что защищается каждому он заинтегрировал квартиру участок машину мы не лезем сюда понимаете кто а есть какой-то необлагаемый минимум это относится к налогам на прибыль и заработку а мы только что выше сказали что прибыль и заработок не может быть объектом налога боже то есть любой стул облагается налогом да а вот то что вы заработали это наше можете жить без имущества можете жить без квартиры без стулья без мебели живите живого ничего никому не платите но если у вас есть дом не а а поиск которому попадает налог казначейство как кто казначейство вообще казначейство альтернативную украинской коммерческой сети строим альтернативную экономику в которой практически ту же самую функцию играет роль который играл и играет сейчас давайте я вас перебью сегодня не суть важна это модель которая будет им нужна для каждой причины своя в том числе и ваша все равно мы не можем на вас мы просто говорим о том что нам нужно положение внутри альтернатив нам нужно выделить людей которые будут своим словом свидетельствовать мозг все понятно и еще вот а а а а нам необходим если целиком согласен доручить радио украинского народа некую вещь ну он его называет народным университетом да о том чтобы нам начать на организованной основе готовить для самих себя кадры почему потому что не разорвемся сам себя не планируешь и каждый этого планировать не сможет и эта задача не первая еще Сталин сказал кадры решили все и у него была очень интересная вещь когда война с немцами выкатилась к неизбежности победы нашей их победы нашей то понятно следующей провести дня была война с Японией международные договора так обязаны и в 44 году была создана 44 специальная бригада НТВД дивизия НТВД которая комплектовалась исключительно беженцами китайцами корейцами и держали на Дальнем Востоке кроме специальной подготовки востоков и квадрат то есть они изучали логику риторику марксизм и людизм аратовское искусство ну и прочее прочее странный наборчик и вот к концу 44 года они уже вдруг решили что война-то кончается хотя мы на фронт координат вообще поучаствовать написали старинное письмо как так нас целый год марксизм приехал члены Ставки собрали бригады и сказали следующее ребята вас готовят не для фронта ни на какой фронт нет вы будущая государственная власть в освобождаемых классных районах Китая и Калии понимаете даже тогда во время войны откуда же при раннем феодализме и отношении к Китаю к Монголии и к письме откуда здесь управляться я почему на этот пример привожу потому что без этого нас нет и кстати если проследить судьбы бойцов этой дивизии ярким цветом выделяется судьба капитана НКВД этой дивизии господина Ким Уэ Сэна основателя президента корейской народной республики чей сын Ким Учан Ир теперь на бронем поезде а он в этой дивизии был просто капитан так вот нам невозможно мы на основе народного права на основе того что каждый из нас знает мы должны создать ускоренную систему народного университета который будет он с одной стороны будет готовить людей а с другой стороны он будет аккумулировать те знания которые официальные круги до сих пор считают странными вещами этого нет потому что этого не может быть сегодня мы имеем предложение от ООН там есть такой всемирный комитет интеллектуальной собственности у них целая программа разработана в связи с конвенцией они финансируют они это вот они значит на уровне ООН выдают контент интеллектуальной собственности внутренних народов мира это правильно да почему потому что очень часто понимаешь приди в нашу национальную академию наук Украины и принеси туда я не знаю что плазменный водитель генерал интеллектуальной которые работают по конструкции они снимут очки и скажут посмотрят и скажут ребята кто-то не может иди тебе что-то знать то есть вот а в ООН так к этому не относятся они все аккумулируют то есть коренной народ обладает этими знаниями он принес эту вещь там когда работает они не вдаются там последовало да они сразу выдают вот это достояние на этой основе мы можем спасти понимаете сотни изобретений тысячи невостребованных то есть вот это к вопросу о том чему будут обеспечены деньги украинского народа ведь имея патент на виртуальную собственность на правильные разработки и о чем а нужны ли в обеспечении денежного обращения какие-либо другие обеспечения да если сегодня мы знаем целый ряд предметателей которые сегодня могут предложить безальтернативные источники электрической энергии не внедающиеся ни в чем да они уже есть то как разве электричество выработанные этими установками не им надо с обеспечением да что нам еще надо кто нам мешает кто нас может в этом остановить поэтому создание радио-горучителя народного университета и и и и и кто или поиск да на этом уважаемые соотечественники зазуля на этом я свою миссию считаю огромным это не значит что мы закрываем задание может еще кто собираться кто-то еще может мы сейчас дадим право выступить и всем кто я думаю что это анализ и гости наши пускай и педагог но я вы знаете тут стоит вот еще что когда я заканчивал 10 класс я пришел к отцу а отец уже очень тяжелый и собственно говоря сам род у нас такой что 300 лет служения империи оказались недостаточными для того чтобы он нас сохранил я не знаю моего не военного предка и вот отец наверное первый кто умер своей смертью да то есть остальные все были убиты ну как в том известном фильме высшая для военного карьера погибнуть за это так вот я пришел к нему и сказал папа какое у нас было размещение великое отечественное малина беременно партизане немецкие лагеря восстановление народного хозяйства как же это все было где послужить где применить где показать а у нас что вот эти комсомольские собрания протухшие понимаешь вот это все вот эти вернули сейчас поступлю все тут потом скучище и папа сказал ну ну и когда меня а я категорически заявил что я не буду я не буду военным никогда в жизни я буду поступать в такую в уши я поступил на автоматическую механику выехал все я считался спасенным папа перестал со мной разговаривать и тот указ об отдаче секретов со второго курса ну меня как заявила спортсмена 12 бригада спецназа ГРУ город Благодехик в Гривказском военном да и с этого все началось а потом как началось Карабах Приднестровье Российского Союза Ликославия Ближний Восток Африка Мозангрика Ангола Швейцария и папа мне сказал ооооо ты говорил что нам теперь я вам поражаю потому что у нас пока не было все ясно вот мы вот немцы враг будет разбит победа будет за нами Сталин все правильно а у вас вообще не понимаю как вы вырубили во все этим альтирует я почему вам это говорил я хочу вам сказать ваш достать Я много перепробовал для того, чтобы содержать семью, у меня еще большая семья и с полным основанием, потому что она настоящая и правильная. Я Бог для каждого детей и подруги, потому что не каждая жена может быть, женой красной. 18-й переезд, должна быть горизонт. Так вот, я много чем пытался заняться, для того, чтобы их прокормить, и всегда в глубине души, я чувствовал, что я это делаю, подчиняясь воле обстоятельства. Но душа моя к этому не лежит. Понимаете? И вот только когда я год назад стал, благодаря тому же пролю, получил паспорт, я начал заниматься народным правом, и у меня снялась эта вещь, и я испытал непередаваемое чувство собственной нужности, полета собственной души, и готовности как бы служить. Понимаете? Я почувствовал, что я не выслуживаюсь, а служу. Служу. Высшему из того, что возможно служить в этой жизни. Но если ты можешь служить Богу, то как бы монастырь. Монастырь уже не про меня, как мне это, вздыхание и все правильно. А служить народу. Вот что называется служить народу. Вы знаете? Это величайшее счастье. Я видел много людей, замечательных людей, которые свою жизнь проразменяли, на водку, на деньги, на еще что-то. Все свои способности ушли в никуда, время вышло, все кончилось. И так они и не поняли этого счастья, о котором писал Гоголич, что какой бы он ни был подлюка, помните, когда Тарас обращается перед последней биткой казакам, какой бы он ни был подлюка, как бы он ни извалялся в поклонничестве и в дни застегив, но есть ли у него в душе крупица народного чувства, которое простется один раз, и у Тарица он, мычный опал, и проглянет, тяжелую долю свою, и слезами умолется, и захочет смертью своей искупить позор свою. И если уж на то пошло, говорил Тарас, да? Тарас Бульба как бы, это человек, это не литературный герой, я вообще не воспринимаю, что я литературный герой, он для меня из костей мяса, да? Да. И если он сказал, уж если пошло на то, чтобы умирать, то никому из них так умирать не придется, как нам. говорит, не хватит на то, мышиной натуре, понимаете? вот, в жизни человека, ощущение того, что есть тебе за что умереть, у меня и так есть, я защищаю жену и семью, я умру, да, не до красного солнца. но если еще что-то есть, тот же Бульба, да, как говорил, любит и зверя свое дитя, да, но это не та любовь, а вот так, чтобы побрататься по духу, да, может только, да, наш человек, да, так вот, вы понимаете, и чем больше, чем дальше это было, эта декларация, сегодняшнее собрание, и это все, сегодня, это счастлив тот человек, который, которому довелось принимать участие в такого рода движениях своей души и своего народа. И я на этом стою, и никто с этой новыми не собьет. И никакие деньги, почести, медали, звания и прочее заменить этого не могут, и жалко тем, кто этого не искупает. Служицы, рад прислушиваться вас! Пожалуйста, Победон, 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 Вчера я обладал Живосилов, Василем Люким, и он дал сгоду на то, чтобы могуть мать арея, на которую он передает, была интервью, народу украинского народа. Победон, Победон, Цегон, И я иезисы, по моему миру, сирь краю, и украинских голосов. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон»